Народ Божий, знаете, что я заметил? Я читал недавно об этом книгу, называется она «Естественный рост общины». Её написал очень известный, хороший автор Кристиан Шварц. И вот одним из признаков того, что церковь здоровая, знаете какой? Вы не поверите просто и не догадаетесь. Если вы не читали эту книгу. Это то, что в церкви люди улыбаются. Повернитесь к тому, кто рядом возле вас. Вот улыбнитесь человеку. Мы же здоровая церковь. Как приятно видеть много улыбок. Когда ты приходишь в церковь, где люди улыбаются, твое сердце как будто, знаешь, просто размякает. Тебя здесь ждали. Мы улыбаемся друг другу не потому, что что-то смешное, но у нас есть радость. У нас есть настоящая радость. Это прекрасно. Хочу говорить сегодня о верности. В одной небольшой стране, в очень бедной семье, родились двое детей. Ну, о двоих точно я знаю. И они росли. И когда было этой девушке около семи лет, одной из детей, ее отец умер. И они жили так бедно, что пришлось им очень туго. И потом матери нужно было начинать что-то придумывать. Она аж начинала шить вещи, одежду. И потом продавать ее для того, чтобы как-то выжить. В свои 18 лет эта девушка, она приняла решение стать миссионеркой. Она сказала, что я пойду и буду служить всю свою жизнь. Достей от людей. И она поехала в Калькутту. У нее был старший брат. И когда ее старший брат услышал о ее решении быть миссионеркой, он с такой насмешкой посмотрел на ее. И он сказал, я пойду в армию, я буду служить в армии, я буду на самом деле делать что-то полезное. А ты решила заниматься таким незначительным делом. Он получил очень известный титул ее брат. И этот титул звучит как титул лейтенанта Баджакузи. И мы даже о нем не слышали. Но об этой женщине мы все слышали. Ее зовут мать Тереза. Когда в 87 лет она умерла, о ней плакал весь мир. Девизом этой женщины были следующие слова, которые давали ей энергию жизни для того, чтобы делать каждый день новые достижения для Бога. Вот ее девиз был. Мы призваны не к тому, чтобы иметь успех, а к тому, чтобы быть верными. Вот что ее двигало, заставляло вставать, прикасаться к больным, раненым, зараженным людям, к самому низкому слою общества. Когда она умерла, президент той страны, президент Индии, он сказал о том, что такие люди очень редко появляются на планете Земля. И о ней мы все знаем, а ее братья мы даже не слышали. Ее девизом было, нет смысла в успехе, есть смысл в верности. Верность. Я хочу вместе с вами прочитать один отрывок, который призывает нас к верности. Евангелие от Матфея, 25 глава. Евангелие от Матфея, 25 глава. Мы прочитаем с 14 стиха. Пожалуйста, откройте со мной Библию. Будем читать с вами. Потому что он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, а приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю. И скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты мне дал, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел так же и получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я не жну, где не сеял, и собираешь где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешню, и там будет плач и скрежет зубов». Сказал это Иисус, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Вот такой вот отрывок, который ясно призывает к верности. Хочу с вами посмотреть в 14 стих, с этого момента начинается этот отрывок. Мы видим хозяина, который, уходя в далекую страну, он дает людям, дает своим рабам, те, которые знают его, он дает им определенные ресурсы. И знаете, это аналогия, хочу, чтобы вы ее сразу проводили своей жизнью. Бог дал нам наши ресурсы, то, что мы имеем, наше время, наши деньги, все, что мы имеем, то, как мы живем, все, что есть в нашей жизни, он дал нам, уйдя в далекую страну. Он призывает своих рабов, и он поручает им свое имение. Интересная идея, что он говорит, другой перевод говорит, поставил их присматривать за своим имуществом. идея такая, что это было не их, это было их хозяин, и они должны были этим управлять. Бог дал нам много чего, и часто мы смотрим на свою жизнь, то, что мы имеем, это моя машина, это мой дом, это мои деньги, я их заработал. Нет, это все Божье, все его, он говорит, все мое, и он называет нас теми, кто управляет, он говорит, все, что ты имеешь, весь ресурс, ты поставлен над этим для того, чтобы мудро управлять. Поэтому мы с вами управленцы. Интересно, что в 15 стихе он говорит, дал одному пять, другому два, другому один, и заметьте, интересная идея, каждому по его силе. Каждому по его силе. Мы иногда смотрим на кого-то и думаем, вот если бы я это имел, да, конечно, тогда я бы служил, тогда я бы делал, я долгое время боролся с этим, я смотрел на одних людей, это мои родные, думаю, у них есть деньги, почему же нам не дать их? Мы же так нуждаемся. И постоянно жил с этим, пока Бог не сказал, Паша, ты должен стать благословением для тех, кто рядом. То, что ты имеешь, то малое, служи этим. Каждому по его силе, Бог дал нам столько, сколько по нашей силе. Это не наше, и мы способны этим служить. Нам не нужно больше и меньше, нам уже достаточно для того, чтобы это отдать, пустить по водам. 21-23 стих, когда эти люди начали, когда хозяин вернулся и господин начал призывать одного за другим, хозяин хвалит своих рабов первого и второго, которые умножили, которые приобрели, которые взяли его инвестиции и увожили их в бизнес и дали больше. Они принесли плод. И замечаю здесь одно очень интересное слово, здесь сказано мало. Он говорит, в малом ты был уверен. Я говорю, стоп, секундочку, ну как же в малом? Много, но мы не знаем, сколько это не описано, но это было какое-то, знаете, дело жизни. Но Бог говорит, что дано мало, у нас у каждого есть свое мало. И этого достаточно, оно уже есть, не нужно ждать, что что-то должно измениться. Мне нужно чуть больше, чтобы я начал жертвовать, служить, отдавать уже сегодня мое мало. Достаточно. И вот к этому призывает нас Бог, чтобы с этим малым мы его отдали для Бога. Интересно, что когда третий человек призван к Богу, к хозяину, мы читаем 24 стих, он подошел и, замечаете, Слава, он говорит, я знал тебя. У него есть четкое знание, кто же его хозяин, какой он есть, какой его характер, что он спросит об этом, он четко понимает его, он знает, он знаком с ним, он на это рассчитывал. Какое-то познание о нем, о его характере как-то даст возможность, знаете, проскочить. Ну я бы мог вложить, но и потерять, ну зачем, поэтому я очень мудро поступил, я не вложил свою жизнь в служение другим, нет, я ее сохранил для того, чтобы не потерять. А вдруг я вложу и прогорю. Кто занимался бизнесом, вы понимаете эту идею, я анализирую, я думаю, но пока ты не сделаешь первый шаг, пока ты не отдашь то мало, не начнешь с чего-то, никогда не будет какого-то успеха. Марк Цукерберг, который оставал компанию Facebook, он сказал так, что все мы готовы сразу владеть компанией Facebook, но никто не готов начать с чего-то маленького, с маленького ларечка и развиваться. Но это мы в ремонт бизнесе, так же самое и в служении нашем. Бог хочет наше мало использовать, и мы должны его дать. И с этим малым мы должны уже идти и служить Богу. Должны приумножать все то, что есть. Потому что Бог претендует не только на то, что Он дал нам, но на прибыль, на приумножение. Мы говорим не о деньгах. 26 стих. Мы видим, какой итог ждал этого человека. Он говорит, ты знал меня, поэтому тем более тебе нужно было это сделать. Тем более нужно было умножить. И в 30 стихе мы видим, что звучит приговор, итог. Итог такого образа жизни, такого подхода, знаете, для себя. Лукавый и ленивый раб. Выбросьте его во тьму внешнюю. Хочу небольшой итог подвести и некоторые отметить моменты, которые стали полезными для меня. Все, что есть у меня, это Его. И Он всего лишь мне это дал в управление. Все, что я имею, это Божье. Все. А все это означает все. Что ты хочешь сказать, даже все деньги, которые я зарабатываю, да. Все, что я имею, мое время, твои 24 часа в сутки, как ты их используешь? Они не твои, они Божьи. То, что я имею, к чему я призван, это мне под силу, не больше и не меньше. Он дал мне по силам. Бог дал мне то малое, уже сегодня я имею это малое, и мне не нужно смотреть на правое и на левое, видеть в людях, у кого-то меньше, а почему он не служит, а кого-то больше, а почему он не служит. Я должен служить тем, что я имею. Знание или незнание не освобождает от ответственности. Верю я в это или не верю, это не освобождает меня от ответственности. Бог спросит об этом. Если ты знаешь и не делаешь, будешь бит много. Если не знаешь и не делаешь, будешь тоже бит, но будешь бит меньше. От моего подхода зависит то, какие итоговые слова я услышал от Иисуса Христа. Каждый из нас, наверное, бы хотел услышать в свое время, чтобы Бог сказал, послушай, Паша, Настя, Алена, Дима, Богдан, ты добрый, верный раб. Такая классная жизнь. Ты ее инвестировал в небо, в вечное. Ты все свое отдал для служения. И когда ты жил, это было глупостью полной. Но ты так жил, ты так делал, ты любил меня больше всего на свете. Слова, с которыми умирала мать Тереза, она говорила, я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Именно это двигало ее любовь к Иисусу. Помогать страживающим людям. Поэтому мой подход жить для себя или стереться в порошок для Бога, не заржаветь. Определить то, какие слова я услышу в вечности. Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость, или же лукавый, ленивый раб. Два ответа. Боя Своя Своя Бога. Аминь. Боя Своя Бога.